Предположим, что это скрепка. Ну, потому что это действительно не скрепка, это какая-то штука от штор отвалилась. У меня просто дома нету скрепки. Но предположим, что у меня в руках скрепка. И каковы шансы на то, что я могу в итоге выменить эту скрепку у кого-то на дом? Шансов практически нет. Но предположим, что вот у меня дома нет скрепки, но зато у меня дома есть iPhone 7 Plus. Я чисто в теории могу выменить у кого-то настоящую скрепку на iPhone, потому что он мне не нужен. А скрепка нужна. В итоге у меня есть скрепка. С этого все начинается. Если вы ничего не поняли, это абсолютно нормально. Сейчас я вам расскажу одну безумную историю о том, как 10 лет назад один безработный канадец сумел выменить скрепку на двухэтажный дом. Естественно, он сделал это не сразу. Сначала он поменял скрепку на что-то более ценное, типа ручки. Потом ручку он поменял там. Закончилось все двухэтажным домом. Как такое может быть? На самом деле в современном мире это очень просто. К примеру, у меня есть iPhone. И по воле судеб у меня, допустим, их два. А мне не нужно два iPhone, и я могу у кого-то выменить его на iPad. Таким образом я обменял iPhone на iPad. Теперь у меня есть iPad. Я им попользовался и понял, что он мне не нужен. И я думаю, что гироскутер был бы круче, чем iPad. И поэтому я у кого-то вымениваю iPad на гироскутер. В итоге у меня теперь нет iPad, но есть гироскутер. Я на нем покатался такой, подумал, блин, как бы все классно, но хотелось бы что-то помощнее. И, допустим, выменил бы этот гироскутер на обычный скутер, ну, типа мотороллер. И таким образом, каждый раз немножко увеличивая ценность обмена, можно действительно доменяться до чего-то стоящего, типа двухэтажного дома. Или, может быть, яхты в Тихом океане. Не потратив ни единого цента, безработный канадец за один год и всего за 14 обменов смог обменять обычную красную канцелярскую скрепку на двухэтажный дом. Многие пытались повторить его результат, но все заканчивалось буквально там скрепку на ручку, ручку там на тетрадку, а потом дальше иди в задницу, я не буду с тобой меняться. Ну, то есть вот несерьезно все это было. Но в этом году достаточно известные люди из России решили повторить этот подвиг. И мне кажется, что они достаточно далеко прошли, потому что всего за один месяц и три обмена они дошли от скрепки до скутера. До очень клевого скутера. Наверняка вы знаете этих людей. Это Серега и Юля. Ну, а если вдруг кто-то не знает, то это импровизация, а это лабутены. В общем, неинтересна стала история. Я договорился с ребятами, сейчас ездим и посмотрим, как выглядит их мотороллер. И, собственно говоря, вот ребята, а вот мопед. Привет. И они занимаются чем-то не тем. Ну и так, давайте сразу. На что вы готовы обменять этот мопед? Смотри, я могу сразу предложить айфон седьмой. Давай. Все, отлично, поменялись. Нет, нет, мы не поменялись. Красави. Часы, часы могу еще предложить. Айфон, часы. Смотри, хорошие часы. Бери часы. Часы и айфон. По-моему, отличный обмен на вас. Сколько айфон стоит? Сейчас он где-то дольше. Сколько мопед стоит? Нет, подожди, сейчас. Если айфон стоит 65, да? Но этот уже коцнутый. Если это паленка, то за 5 минут. Это было даже как-то обидно. Я предложил часы и айфон. Они сказали, что мои часы не настоящие. Почему? А ценщики, блин, я как будто в ломбард пришел, а не торговаться. То есть нам нужно что-то, что будет дороже мопеда. Понимаешь? А еще мы вложили сюда душу. Ну, тогда давайте рассказывайте, что вы хотите, на что вы хотите его обменять. Мы не меняемся на людей, на деньги. На животных тоже. На животных тоже. Дети нам тоже не нужны. Нам нужно что-то круче, чем мопед. Это может быть машина, это может быть квартира, к чему мы идем, собственно. Я вот на это поменялся. На самом деле мы готовы поменять на какую-нибудь клевую картину, какого-нибудь интересного художника. На раритетную тачку. Да. Либо, может быть, есть какая-то... Дом на колесах. Шкатулка нереально крутая. Квадроцикл. Получается, что обмен не обязательно должен быть равный по стоимости. К примеру, мы можем выменить что-то дорогое на предмет искусства. И я вот предлагаю за ваш скутер, ребята, картину. Ну, вы же говорили, что вы хотите картину или произведение искусства. Это я нарисовал сам. Вот. Это картина. Масляные краски. Вот, как бы классно. Я готов это поменять на мотороле. На самом деле мы просто ждем ваших предложений и будем рассматривать любые выборы. Да какие предложения? Мы как-то постоянно говорим. Ждем ваших предложений, а они предлагают скрепку. Нет, вот скрепки, духи, дети, девственности. Кстати, девственности. Нам это не нужно. Для меня бы был идеальный вариант, если бы кто-то поменялся на машину. Рейнджер-ровер. Фрилендер. Мы ждем адекватных людей. И на самом деле меняться на скрепки и по стоимости меньше, чем мопед, нам это неинтересно. А, это же может быть не только предмет какой-то. Мы можем поменяться на что-нибудь. На путешествие, допустим, или на контракт со студией звукозаписи, как было у чувака в канале. Смотрите, я что еще подумал. Ты говорил про нематериальные какие-то вещи. Я бы подумал, если тебе не нравится мой айфон, я могу предложить тебе свой канал за этот мопед. Сколько? 100 тысяч. 770 тысяч подписчиков. Да, ну, не, не надо. На вашем канале сейчас подписчиков намного меньше. Но, друзья, это можно, кстати, исправить, потому что у них на канале вот все обмены, все же обмены, правильно? Все обмены. Здесь процесс вот обмена, начиная с самой первой скрепки и до этого мопеда, все есть у ребят на канале. Ссылку на канал я оставлю в описании. У нас даже свой видос будет. И даже мой видос там будет, так что переходите, смотрите. Я так понимаю, еще в инстаграме. Да, да. То есть за всей этой историей можно следить и на ютубе, и в инстаграме. Ссылки, естественно, будут в описании. Можно еще следить в инстаграме за моей жизнью. Или за моей. Ну и за моей, раз уж что-то нашло. У нас в инстаграме можно следить за его жизнью. Да? Да. Отлично. Теперь да. Вот вы думаете, это просто надпись, а это название нашего канала. Let's do it. Подписывайтесь, ставьте лайки, да вы говорите. В общем, друзья, не знаю, как вы, но лично я буду следить за этой историей до самого конца. Потому что мне действительно интересно, на что можно выменить скутер. Если у вас есть какие-то интересные предложения или варианты, или может быть у вас даже есть то, что вы хотели бы обменять и получить замену на этот скутер, то обязательно напишите в комментариях под этим видео, и я, и ребята прочитаем все комментарии. Если там будет действительно что-то стоящее, то мы обязательно с вами свяжемся и устроим этот самый обмен. Ну, а если вам нечего предложить, вам просто интересная эта история, то, как я уже говорил, подписывайтесь на канал ребят и на их инстаграм, потому что вся движуха происходит именно там. Ну, а также, когда ребята доменяются до чего-то действительно стоящего и ценного, я обязательно расскажу об этом у себя на канале. Ну, а чтобы это не пропустить, уже подписывайтесь тогда на мой канал. Ну, и может быть, все-таки на мой инстаграм. Все-таки я выкладываю туда какие-то фотографии, типа там движуха, моя жизнь, там съемки за кадром, много чего интересного. Ссылку на мой инстаграм также можно найти в описании к этому видео. Ну, а на сегодня у меня все, друзья. Надеюсь, вам понравилась эта интересная история. И я очень надеюсь, что ребята смогут повторить 10-летний успех того самого безработного канадца. Меня зовут Тимур, и я прощаюсь с вами до следующего выпуска. Счастливо!